Актуальное интервью 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 А на сколько студентов Рассчитано общежитие? На 220 человек И много ли поступают Ребята из районов Республики И всем ли хватает места в общежитии? Ну в самом названии Аграрный колледж Говорит о том, что к нам абитуриенты Поступают из наших районов И не только с наших районов Нашей республики, но и соответственно С соседних регионов Общежитие у нас предоставляется Всем желающим Общежитие – это второй дом для студента Поэтому, конечно, администрация И воспитательный центр Очень стараются Для того, чтобы каждый наш студент Чувствовал себя как дома На студенческой жизни она такая Весело живется, наверное, в общежитии А что касается лабораторий Вы говорите, они оснащены Какие лаборатории у вас есть И в чем-то Какая-то особенность оснащения? У нас специфика Учебных лабораторий По специальностям Например, у нас есть Специальности ветеринарии Соответственно, конечно, это оборудование Это ветеринарная клиника Это учебное подсобное хозяйство Где наши студенты Отрабатывают все свои Практические умения и навыки И поэтому Объектом у них является Это сельскохозяйственные животные И социальным партнерами Являются у нас Те предприятия, которые Предоставляют нам своих Не только, будем говорить Как объект сельскохозяйственных животных Но и, соответственно, конечно И своих сотрудников Которые являются наставниками Для наших студентов А что касаемо ветеринарной клиники Могут ли горожане Принести туда свое животное Для того, чтобы его полечили? Ну да, мелкие животные Домашние Они их Как бы привозят Больных И наши студенты Когда проходят И учебную практику И курацию Помогают ветеринарному врачу При обслуживании Таких животных А какие-то особые животные Или можно Любое животное привезти? Ну, любые животные Почему? Потому что это же не секрет Что у нас Среди всех этих наших Домашних питомцев Попадаются экзоты Экзотические животные Клиника называется Айболит? Клиника у нас называется Медвед То есть можно найти Ваши координаты В интернете В справочниках И с легкостью обратиться Да А также мы знаем Что у Ваших выпускников Есть возможность Продолжить образование Не только В нашей Бурятской Государственной Сельскохозяйственной Академии Но и в других Ведущих Вузах Страны И филиалах Куда чаще всего Поступают Ваши выпускники И с кем-то Возможно Сотрудничаете Мы сотрудничаем Со многими Учебных заведениями В своей республике Это профильное Наше учебное заведение Это Бурятская Сельскохозяйственная Академия Имени Филиппова Где наши студенты Выпускники Продолжают профильное Обучение Это Бурятский Государственный Университет И Посточно-Сибирский Государственный Технологический Университет И Наши студенты И выпускники Продолжают Обучение В Иркутских Вузах И Московской Сельскохозяйственной Академии Ветеринарной Сельскохозяйственной Академии Имени Склябина А что касается Выпускников Как Сейчас Трудно Им найти Работу Или легко То есть После выпуска Многие из них Обеспечены Работой Возможно У вас есть Какие-то связи Кто-то Может быть У вас Приходит И уже подбирает Себе Будущих Сотрудников Непосредственно Во время Обучения Ну по таким Специальностям Как ветеринария Да у нас Очень хорошо Слаженная Работа ведется Именно по Трудостройству И по Специальности Землеустройства Но здесь Есть одна Такая Загвоздка Почему Потому что В основном Наши молодые Парни Юноши Должны Идти В армию И поэтому Конечно После окончания Им дана Была Острочка И их сразу Забирают В армию И поэтому Они уже После прохождения Практики Службы В рядах Российской армии Они трудоустраиваются А любимые Скажем что Доли Все таки Наших Выпускников Составляет По этим Специальностям Конечно Юноши То есть Такие Специальности Геодезия Это все Мужские Профессии Не сказать Что и Мужская И женская Но есть Такое Что касается Бухгалтерии Получается У вас же Направление Да У нас есть Специальность Такая как Экономико Бухгалтерский Учет Квалификация Бухгалтер И операционная Деятельность Логистики Это логист Эти две Специальности Которые Ну как бы Работают Выпускники У нас Работают Именно Как управленцы Как Учетчики В крупных Торговых Группах И И в каждом Хозяйстве В каждой Организации Именно Нашего региона Соседних Наших регионов Можно найти Наших студентов Вопускников Которые Работали Работают И будут Работать Профессия Востребованная Поэтому Вам нужно Приходить Учиться И в дополнение К Татьяне Балдане Наверное Все равно Надо отметить Да и сказать Что именно Тоже в этом Учебном году Это 2016 17 учебный год Именно Отделение Бухгалтерского Учета Исполнилось 60 лет И конечно Была Дата Очень у нас Знаменательная В течение Всего Учебного Года У нас Проводились Определенные Мероприятия Что касалось Именно Юбилейных Мероприятий Это были Проведение Открытых Уроков Неклассных Мероприятий Конкурсов Конференции Да у нас В ноябре 2016 года Была проведена Конференция Экономика И управление В 21 веке Данная конференция Она также у нас Была межрегиональная Были представители С Иркутской области И Забайкальского края Ну и Сама торжественная часть Она как раз Прошла у нас В середине апреля И Очень отрадно Заметить Что На данном Нашем Юбилейном Концерте Приняли участие Выпускники Нашего колледжа Ну и Сейчас мы Раз мы говорим Что Как они у нас Трудоустраиваются Как складывается Судьба У наших Выпускников Студентов Мы можем сказать Да Наверное Неплохо Что многие Многие Которые Пришли Они Работают Именно В своей Сфере Работают Либо Бухгалтерами Либо Кассирами Занимают Тоже Неплохие Должности Главные Бухгалтера Ну и В хороших Таких Фирмах И Наверное Группах Что касается Процесса обучения Все-таки Студенчество Самая веселая Пора И конечно же Есть какое-то Внеурочное Время Которое Студенты Посвящают Каким-то Любимым Занятиям Есть ли у вас При колледже Какие-то Может быть Кружки По интересам Может быть Выпускают Газету Или что-то Такое Может быть Фотографируют Ну В нашем колледже Конечно Полностью Воспитательный Процесс Курирует Воспитательная Часть Проводится Различного Рода Мероприятия В течение Всего Учебного Года У нас Проводятся Мероприятия Которые Посвящены Скажем Основным Праздникам Это День знаний 1 сентября День учителя Посвящение Студенты Новый год 8 марта Сагалово 23 февраля И так далее То есть Это все Те знаменательные События Которые Проводятся Наверное В каждом Образовательном Учреждении Ну Конечно Изюминка Наверное Именно у нас Является То Что у нас Внутри Очень хорошо Работает Совет Студенческого Самоуправления Есть у нас Своя волонтерская Группа Стимул Которые Как раз таки Отрабатывают Наверное Те вопросы Которые Идет Ну Взаимосвязь Скажем Между преподавателем Да И студентами Проводятся Значит у нас И спортивные Мероприятия Отрадно отметить Что все Студенты Нашего колледжа Да Принимают Участие На уровне И всероссийском И международном Это по Таким видам Спортивных игр Как борьба Настольный Теннис Волейбол И вот как раз таки Практически Вот сегодня Да Проводится у нас На базе Нашего колледжа Спартакиада Именно по Национальной Борьбе То есть у вас При колледже Существуют секции Которые могут Посещать студенты Да Есть и секции И кружки Имеется у нас И тир То есть В принципе Досуговая деятельность Всех наших студентов Да Она имеет Практически Можно сказать Полную занятость Они у нас Могут принимать Участие И в спортивных Мероприятиях И в научно Исследовательских Проектах А что касается Непосредственно Участия в каких-то Межрегиональных Проектах Ну возможно Какие-то тоже Конференции Какие-то Олимпиады Студенческие Как ваши студенты Себя проявляют Ну надо отметить Что буквально Недавно У нас тоже Прошла конференция Студент Время наука На данной конференции У нас Приняли участие 21 Образовательное Учреждение Это и Республика Бурятия И Иркутская область И хочется Отметить Что все-таки Данное мероприятие Мы проводим Не первый раз Оно у нас идет Ежегодно И мы можем сказать Что это у нас идет Практически Наверное Восьмой раз И с каждым разом У нас С каждым разом Все-таки У студентов Ну и также Конечно Это заслуга Наших научных Руководителей Преподавателей Которые ведут Данную работу Что специфика Самой работы Студентов Она уже становится На таком высоком уровне Предлагаю посмотреть сюжет Это научно-практическая конференция Студент Время Наука 20 апреля В Бурятском Республиканском Аграрном Колледже Имени Ербанова Состоялась Ежегодная Межрегиональная Научно-практическая Конференция Студент Время Наука Организаторами Конференции Выступили Министерство Образования И Науки Республики Бурятия Совет Директоров Сузов Бурятии Бурятский Республиканский Аграрный Колледж имени Ербанова. Конечно, цели поставлены для развития творческих способностей студентов. В данной конференции у нас принимают студенты профессиональных образовательных организаций не только Республики Бурятия, но и Иркутской области, и Забайкальского края. Нынче, вот именно в 2017 году, у нас еще будут представители Монголии. И я думаю, что в перспективе уже наша межрегиональная научно-практическая конференция уже примет статус международный. Данное мероприятие, которое проводится именно у нас в Республике Бурятия, оно, наверное, в первую очередь помогает в профориентационной работе. Для чего? Для того, чтобы к нам могли поступить студенты. Они уже видят, какая идет статусность образовательного учреждения, какие специальности ведутся. И плюс, конечно, это развитие вообще научного потенциала среди студентов профессиональных образовательных организаций. Здесь они у нас все-таки привыкают, начинают, скажем, азы методологии исследования, понимают, что такое объект, предмет исследования, ставят определенные цели и задачи для реализации своих научно-исследовательских работ. Ну и это тоже определенная, наверное, ступень для поступления в высшие образовательные организации. Участники конференции – это около ста студентов и преподавателей СУЗов Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, а также Монголии. Работу конференции оценивала представительная жюри. Председателями жюри определенных секций у нас являются именно, можно сказать, что наши работодатели. Во-первых, это в первую очередь у нас принимают представители управления ветеринарией Республики Бурятия, то есть это начальники отделов, ведущие специалисты, которые также принимают участие в итоговой аттестации. Это для дальнейшего, скажем, все-таки трудоустройства наших выпускников. Тесно сотрудничаем с нашей сельскохозяйственной академией имени Филиппова. Одна из целей данного мероприятия – это поддержка талантливой молодежи, которая осваивает новые технологии, разрабатывает новые подходы, именно в своей деятельности предлагает определенные моменты технологии, как раскрывать или как использовать научный потенциал именно в своей работе дальнейшей и в тех моментах, которые им пригодятся в профессиональной деятельности. В том числе очень многие работы, которые представлены нашими студентами в рамках проведения данной конференции, они посвящены именно научным разработкам и их использованию на практике. Учитывая, что Байкальский аграрный колледж имени Ирбанова – это именно то учреждение, которое готовит кадры для агропромышленного комплекса, конечно же, нам хотелось бы и актуализировать данный вопрос, как научные подходы, как инноватика внедряются в практику и как науку именно внедрить в учебный процесс при подготовке кадров для агропромышленного комплекса. Потому что не только педагогика, не только методика или педагогические технологии способствуют формированию высококвалифицированных кадров, но и, конечно же, научный потенциал и научный подход, который у нас имеется в Республике Бурятия. После торжественного открытия конференция продолжила работу в семи секциях. По шести направлениям принимали участие студенты, а в одной секции свои научные труды представляли преподаватели, участвующих в учебных заведениях. На протяжении очень многих лет наши специалисты, то есть конкретно это ветеринарные специалисты нашего плана, сотрудничаем между собой, общаемся, ездим на разные конференции, симпозиумы. Неоднократно ездили в Питер, в Москву, в Сочинский ветеринарный фестиваль. Ну и, конечно же, в этот раз мы тоже привезли ребят, то есть шестерых человек на данную конференцию. Обучение на ветеринара в колледже для меня интересно тем, что на нашей планете много животных, и каждое животное живет по-своему, и у каждого животного существуют свои болезни. Мне интересно обучение тем, что можно выяснить, как излечить то или иное животное, как можно его спасти. Большинство животных в наше время страдают от рук человека, я хочу им помочь. Участие в этой конференции для меня интересна тем, чтобы развить свои знания и посмотреть на то, как подготовились другие участники, посмотреть, какие специалисты подготавливаются в наше время. На протяжении восьми лет научно-практическая конференция «Студент. Время. Наука» помогает одаренным студентам постигать тонкости научно-исследовательской работы, знакомиться со сверстниками и учиться друг у друга новому, а преподавателям делиться опытом не только педагогической работы, но и выявлять талантливых студентов, будущих специалистов. Ну, давайте тогда подведем итоги научно-практической конференции. Кто принимал участие в ней и как вообще все проходило? Конференция, она у нас прошла 20 апреля. Приняли участие профессиональные образовательные организации Республики Бурятии, Иркутской области. Заочно, конечно, нам в тезис отправят Иркутскую, прошу прощения, Забайкальский край. И были представители Монголии. Я так понимаю, что представители из Монголии уже не первый раз принимают участие в данной конференции. И как вы налаживаете сотрудничество с нашими, получается, побратимами? Ну, принимают участие они у нас первый раз. Первый все. Первый раз, да. Это мы им отправляли положение, форму заявки, и они действительно откликнулись на нашу просьбу принять участие. А сам контакт у нас тоже, конечно, он был, ну, скажем, ну, двух-трехлетней давности. Но, тем не менее, в январе, наверное, 17-го года, да, был подписан договор о взаимном сотрудничестве. И здесь мы сотрудничаем с СЮД РДНСАНОМ Республики Монголия. Директор у них Тамбе Галма. И она приезжала сама, привозили студентов. То есть, конечно, они приезжали первый раз. Для них это тоже Россия, Республика Бурятия. Для них это тоже, как бы, открытие. Открыли для себя, наверное, Республику Бурятия другими глазами. И я думаю, что вот на этом наше сотрудничество не остановится. Мы будем дальше с ними взаимодействовать. И также вот, чтобы они у нас принимали участие. Не только они, но и чтобы, возможно, наши студенты выезжали, наверное, в Монголь, чтобы посмотреть и поучаствовать в их мероприятии. А какие вопросы были вообще озвучены на научно-практической конференции? Поскольку, я знаю, было семь, по-моему, площадок у вас. Шесть из которых были отведены студентам. И все-таки одна была площадка педагогическая. Да, действительно, отработала у нас семь секций. Шесть из студенческих. Они, конечно, касались вопросов направления. Это по нашим специальностям. Это ветеринария и кинология, прикладная геодезия и землеустройство, экономика, бухгалтерский учет и управление. Помимо этого, еще одной секции у нас было молодежное творчество. То есть здесь полностью рассматриваются вопросы индивидуальной проекты, исследовательские проекты студентов, вне зависимости уже какая специальность. Ну и общеобразовательный цикл. Это общегуманитарные дисциплины и, естественно, научные. И вот последняя секция, это секция седьмая. Мы говорим, что всегда наших студентов сопровождают преподаватели. Есть научные руководители. И для них вот уже как бы новшество второй год мы ввели вот данную секцию. И там как раз идет тематика применения вот именно информационных современных технологий в образовательном процессе при преподавании в системе среднего профобразования. Информационные технологии – это вы проводите какие-то онлайн-встречи с кем-то, общаетесь или как? Нет, здесь ситуация идет таким образом, что преподаватель предоставляет свой опыт работы, применение своих технологий. И вот как пример можно было бы сказать, что преподаватель Марина Александровна Казанцева, она преподаватель нашего колледжа, представила доклад на тему «Мультимедийные технологии в образовательных учреждениях ИСПО» как фактор формирования профессиональных компетенций студентов. Она является ведущим преподавателем по специальностям прикладной геодезии и землеустройства. И здесь она действительно предоставила, раз мы говорим «Мультимедийные технологии», то здесь она представила, каким же образом на уроке применяются видеотехнологии, каким образом идет презентация. Здесь необходимо отметить, что все-таки то оборудование, которое они применяют, оно очень дорогое. То есть те же теодолиты и так далее. Разобрать их просто так невозможно. Цена, скажем, одного оборудования – это свыше 300 тысяч. И чтобы студентам показать, разобрать, из чего же состоит этот теодолит, это просто невозможно. Поэтому здесь вынуждены как раз-таки применять эти видеоролики, мультимедиа, чтобы действительно досконально показать, из чего же состоит данное оборудование. Ну и вот как раз-таки она поделилась опытом. Значит, ну здесь необходимо отметить, что вот именно как раз виртуальные тренажеры дают возможность нашим студентам все это посмотреть. И здесь наши социальные партнеры, с которыми постоянно мы сотрудничаем, они вот помогают, предоставляют именно данную информацию. То есть это идет и как электронный образовательный ресурс, мультимедиа-презентации, видеоролики, целые фильмы. Поэтому мы очень благодарны. С учетом того, что все-таки специальность уникальная, не всегда можно найти учебную литературу, посмотреть книгу, прочитать. А здесь, когда уже все наглядно, оно очень хорошо все представлено. Что касается участия Ваших студентов в каких-то межрегиональных конференциях, мероприятиях за пределами республики проводимых, возможно, есть какие-то конкурсы, в которых Ваши студенты принимали участие и пришли с победами? По специальности ветеринария мы ежегодно участвуем в межрегиональных конкурсах профессионального мастерства. Лучший специалист, ветеринарный фельдшер проводился в Иркутском аграрном техникуме. Очень отрадно, что наша команда заняла первое место, мы привезли кубок. А что, получается, там Ваши студенты делали? То есть они препарировали, делали операции, возможно, какую-то инновационную помощь оказывали животным? Это конкурс профессионального мастерства, как бы, ну, идут отработки практических умений, навыков по WorldSkills. Есть такое понятие. И поэтому там два, как бы, этапа проводятся. Чисто первый этап – это чисто теоретический, где проверяется теоретическое знание студентов, команд. А затем практическая часть, где они отрабатывают все те задачи, которые поставлены перед ними. Ну, задачи, зависимо от объема. Они выезжали в учебное хозяйство, отрабатывали там эти задания. И плюс еще в учебной лаборатории. Ну, а что касаемо WorldSkills, получается, прошли ли они дальше? То есть поедут ли они дальше представлять республику? Я не знаю, может быть, в Сибирском федеральном округе или, может быть, вообще на Россию выйдут? Ну, в этом году мы уже не успевали попасть, как бы, на эти соревнования. Почему? Потому что нужно провести региональный чемпионат у себя. А данной компетенции именно ветеринария, допустим, прикладная геодезия, именно в республике Бреце представлены не были. Почему? Потому что именно специальности ветеринарии и прикладная геодезия в системе среднего профобразования – это мы практически одни, единственные, уникальные. То есть соревноваться внутри республики не с кем. Поэтому национального чемпионата внутри республики не было. А для того, чтобы выходить на уже сибирский федеральный округ и представлять себя по определенным компетенциям, это нужно, чтобы внутри уже было представлено данные компетенции, чтобы можно было идти дальше. А что касается прохождения практики, поскольку у вас достаточно такой широкий спектр специальностей, где ваши студенты набираются профессионального мастерства? Возможно, выезжают в какие-то определенные артели, я не знаю, например, геодезисты и так далее? Есть такое понятие, как полевой сезон. И поэтому две специальности у нас – это землеустройство прикладной геодезии, они действительно выезжают на полевые работы. по тем договорам, заключенным с нашими социальными потенциальными партнерами. Ну, в зависимости от тех заданий, выезжают в районы нашей республики, иногда за пределы нашей республики. Это связано и со строительством автомобильных дорог, и со строительством жилых, административных зданий. Это межевание всех земельных границ, сельских поселений, городских поселений. Ну, и хотелось бы еще узнать, каков преподавательский состав вашего колледжа и средний возраст педагогов, а также где ваши преподаватели проходят курс повышения квалификации? Потому что все-таки 99 же лет, 90 лет колледжу, все-таки такой срок в сумме. Ну, по педагогическим кадрам, наверное, необходимо отметить и сказать, что у нас очень богатый, хороший педсостав. У нас их насчитывается, ну, как мы говорим, по отчетам, 45 у нас преподавателей, и 45 наших преподавателей, около 70% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию. Ну, и напоследок, обратитесь к нашим телезрителям, потому что я больше чем уверена, что многие из них или дети многих из них в скором времени будут определяться, куда же пойти все-таки учиться, и почему они должны прийти именно к вам. Дорогие школьники, приходите поступать именно в наш колледж. У нас богатая история, у нас 90-летний стаж работы, ведется подготовка по многим специальностям. Вы не пожалеете, если выберете наше образовательное учреждение. У нас очень хорошо построена досуговая деятельность, воспитательная работа, работает столовая, есть у нас общежитие для иногородних студентов. Мы вас ждем, приходите к нам. Приемная кампания у нас начинается с 1 июня 2017 года. Благодарю вас за интересную и содержательную беседу. Желаю вам хороших студентов, чтобы побольше было студентов, чтобы вы выпустили побольше качественных специалистов. Но я думаю, с этим проблем нет. То есть самое главное, чтобы пришли учиться. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня были представители Аграрного колледжа имени Ербанова. Это заместитель директора по учебной работе Татьяна Балдановна Ренчинова и заместитель директора по научно-методической работе Долгор Тамбиевна Бадмаева. До новых встреч в эфире телеканала «Мир Бурятия». До свидания. Прическа и макияж от студии «Лавстайл». Мы поможем вам создать неповторимый образ. Торговый центр «Гэлакси», офис 521. Телефон 570215-40024. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова